В мире нет танка, который может укрыться от этого ракетного комплекса за дымовой завесой. Пыль, песчаная буря, снегопад, дождь, туман и даже ночная мгла. Ничто не мешает Хризантеме вести сражение. При испытаниях были случаи, когда она пробивала танк насквозь. То есть и вход, и выход был. На той стороне танка выходил. То есть ракета очень мощная. Военный цветок стали выращивать в середине 80-х, в Коломне, в конструкторском бюро машиностроения по личному распоряжению министра обороны Устинова. Военного министра поразила слепота противотанкового вооружения. В условиях плохой видимости оно оказалось бессильно. Единственным, кто мог решить проблему, был главный конструктор Сергей Павлович Непобедимый. Ну, во-первых, нужно было сделать машину, которая бы превосходила всех. История противотанкового ракетного оружия – это история его жизни. На счету непобедимого 28 принятых на вооружение боевых единиц техники. «Хоризонтема» – лучшее творение. В ней достижение конструкторской мысли непобедимого. Совсем недавно Сергей Павлович Непобедимый отметил 90-летие. Всю жизнь он создавал оружие под стать своей фамилии, но никогда не желал войны. Всегда я думал этим оружием защитить свою страну, своих людей, чтобы они не гибли. Сверхзвуковая ракета способна поражать не только танки и бронемашины, но и катера, и дозвуковые низколетящие воздушные цели. Например, вертолет. Более простая задача для комплекса – уничтожение инженерных сооружений противника. Неважно, каких – наземных или подземных. Например, ДОТов или ДЗОТов. Конструктивная боевая машина разделена на три отделения. Отделение управления, где находится расчет. Рома, покажись. Боевое отделение, где расположены элементы аппаратуры управления и боекомплект с пусковой установкой. И моторно-трансмиссионное отделение, где находятся двигатели, элементы трансмиссии. Основа комплекса – боевая машина пехоты с дизельным мотором в 500 лошадиных сил. По пересеченной местности «Хризантема» может двигаться со скоростью 45 км в час, а по дороге – все 70. И почти 600 км без дозаправки. Чтобы перевести из походного состояния в боевое совсем немного времени. «Хризантема» распускается всего за 20 секунд. К бою готовы две ракеты. Одновременно можно стрелять по двум разным целям. На сегодняшний день единственное изделие в этом классе в мире, которое способно поражать цели в отсутствии оптической видимости. Боевые качества «Хризантемы» – заслуга новой системы радиолокационного управления, которая работает в особом, сверхкоротковолновом диапазоне волн. Такой диапазон не освоил еще никто в мире. Радиолокационная система обеспечивает обнаружение целей на дальностях более 6 км. И, соответственно, обеспечивает управление ракетой на дальностях до 6 км. Локатор формирует невидимый радиолуч в миллиметровом диапазоне. Луч находит цель, не отпускает ее и автоматически следит за передвижением. Участь противника предрешена. Пуск и ракета идет точно по лучу в цель, уже без участия оператора. В конструкторском бюро машиностроения особое внимание уделяют изготовлению узлов и деталей комплекса «Хризантема». Как раз сейчас у нас обрабатывается деталь для «Хризантемы». Загруз цеха по комплексу «Хризантема» примерно составляет 30% от мощности цеха. Сердце радиолокационной системы – импульсный магнетрон. Именно он формирует радиоимпульсы миллиметрового диапазона. Этот импульс подается в волноводную систему, через волноводную систему на антенну, облучает цель, возвращается в антенну и поступает в приемную систему. Производственная база под стать уникальной технологии. КБ «Машиностроение», входящим в Госкорпорацию Ростехнологии, гордятся оборудованием, которое позволяет создавать самое современное оружие. Многое для создания системы наведения было разработано впервые. И многое до сих пор остается непревзойденным по своим характеристикам. Мало какая из военных разработок приблизилась по параметрам к «Хризантеме». Ближе всего стоят американцы. У них есть вертолет «Апач Вунг Боум», в котором используется радиоакуационная станция диапазона 3 миллиметра. Уже более пяти лет «Хризантема» держит на дистанции всех потенциальных противников. Не ввязываясь в ближний бой, на расстоянии нескольких километров три машины способны остановить атаку танковой роты и за считанные минуты уничтожить более половины боевых машин.